И я хочу сказать еще пару слов о том, как не разочароваться в церкви. Потому что многие люди, видя какие-то негативные проявления, вот даже в той церкви, которая была им как бы близка, они начинают разочаровываться. Нужно понимать, как церковь и любая вообще структура устроена на тонком плане. А устроена она как кристалл со знаком плюс, с вершиной плюс и с вершиной минус. Вершина плюс в самой церкви божественной – это сам наш Господь Иисус Христос. И вся вот эта вот структура кристалла, верхняя структура – это и есть спираль эволюции сознания. Середина между верхней частью кристалла и нижней частью кристалла – это и есть большинство людей, которые могут колебаться от плюсовой части до минусовой части. нижняя часть – это понятно, что это всё, что не соответствует божественной церкви, это всё, что отпадает, вот эти вот все расколы, секты, все вот эти вот движения негативные, фарисеи, они все входят в нижний кристалл. И нижняя точка – это понятно, что противник Бога, он кирует всем этим процессом. Так вот, мы все находимся вот на этой вот серединной платформе, и у каждого есть выбор, в какую часть ты идёшь – верхнюю или в нижнюю. Поэтому в каждой структуре присутствует и та, и другая часть. Это надо понимать, у нас мир, познание добра и зла. Иначе и быть не может. И когда происходит кризис, этот кристалл разделяется посередине, те, которые делают правильный выбор, поднимаются на ступеньку выше, те, которые делают неправильный выбор, отпадают ещё ниже. И формируется на следующей ступени развития, следующий кристалл, и точно так же всё негативное выпадает в нижнюю часть, всё позитивное идёт в верхнюю часть. Когда накапливается критическая масса, кристалл опять делится, и следующая ступень развития. Я надеюсь, что я понятно объяснила. Поэтому в любой структуре всегда будут присутствовать и позитивные моменты, и негативные моменты. Но никогда нельзя брать отдельные какие-то части и приписывать это всей структуре. Нет. У нас мир, познание добра и зла. И только познавая зло, мы можем на его фоне понять, что такое добро, и научиться делать свои осознанные, правильные выводы с точки зрения божественного мироустройства. А для того, чтобы понимать божественное мироустройство, недостаточно просто ходить в церковь, и тем более там раз в два в год или по празднику посвятить еду. Надо очень глубоко задействовать своё сознание и погружаться в то, как устроен этот мир, как устроены ситуации, в которой мы проживаем. Для чего Господь их даёт? И постоянно пребывать вот в этом вот духовном размышлении. Кстати, это является, по словам святых старцев, одним из видов молитвы, чего я всем и желаю. Если у вас есть вопросы, пишите под этим видео. С вами духовный психолог Фатеева Елена. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok